Гвардия Гвардия – это отборная, привилегированная часть войск, отборные воинские части. Это квинтэнсессия воинских традиций любой армии, кузница лучших воинских кадров и хранитель боевого наследия. Начиная с древнейших времен, правители и полководцы стремились объединить лучших воинов в отдельные, самые боеспособные соединения своей армии. Они охраняли императоров и королей, а в бою были последним шансом преломить ход сражения. Персидские бессмертные, римская претарианская гвардия, варяги на службе византийских императоров – история знает немало элитных и очень боеспособных частей. Государства и армии сотнями лет хранят боевые традиции своих лучших воинов. Сегодня мы расскажем об истории появления, становления и эволюции русской гвардии. История российской гвардии, как и многие другие, История начинается с Петра Первого. Конечно же, были отдельные отряды и до Петра Великого. Княжеские дружины, приближенные к царю, войсковые отряды и другие, которые одержали множество замечательных побед. Тем не менее, Новый XVIII век диктовал свои условия. Национальные государства и империя перешли к регулярным армиям. А ядром могла быть только регулярная, отлично обученная и вооруженная гвардия. Именно такую гвардию сделал из своих потешных полков Петр Первый. Годом рождения русской гвардии можно считать 1700 год, когда под началом Головина бывшие потешные полки иноземного строя, которые тренировались с Петром с 1683 года, стали называться Преображенским и Семеновским полками. Уже в первом бою со шведами под Нарвой гвардейцы отличились. В жестоком бою свыше трех часов они сдерживали превосходящие силы противника. Своими указами Петр Первый стремился выделить гвардию, придать ей особый статус. Так у гвардейцев появляются отличия в военной форме. К примеру, известна легенда о красных чулках гвардейцев, пожалованных им в качестве элемента военной формы за то, что стояли по колено в крови под Нарвой. Более того, любой гвардеец считался на ранг с 1722 года на целых две ступени выше обычного армейского чина. Также в гвардии вводится двойное довольствие для нижних чинов и полуторное для офицеров. В 1721 году в гвардии появляется первая кавалерийская часть – Кроншлотский драгунский полк, будучи кавалергатский, стискавший себе ратную славу во множествах сражений. Конные гвардейцы стали особой кастой даже внутри самой гвардии. Только дворяне и только офицеры, даже в качестве рядовых, могли пополнить ряды. Во времена императрицы Анны Иоанновны добавился новый Измайловский полк. Так сформировалась знаменитая триада первых гвардейских полков Российской империи. В непростом для нашей страны 18 веке гвардии сыграли огромную роль в постоянной череде дворцовых переворотов. Гвардейцы стали еще более значимой военно-политической силой, а русские монархи стали искать расположение гвардейских офицеров. Чего стоит одна только история Екатерины II, которая в гвардейском мундире возглавила полки, приведшие ее к власти. Убийство Павла I и восстание декабристов также не обошлось без гвардейцев. Многие заговорщики являлись гвардейскими офицерами. Ни одно сражение в истории Российской империи не обходилось без участия гвардейцев. Для них, как и для России, близилось большое испытание – эпоха наполеоновских войн. Такие битвы, как Кунирсдорф, Аустерлис, Фрейдланд, Бородино, Лейпциг и многие другие боевые эпизоды золотыми буквами вписаны в историю русской гвардии. Подвиг лейб-гвардии казачьего полка при Лейпциге и вовсе спас жизнь императору Александру I, с того момента включившему казаков в царскую охрану. О тяжелые удары русских гвардейских кирасир и кавалергардов, стойкость пеших гвардейских каре французские ветераны вспоминали еще очень долго. В новом веке начали формироваться и новые гвардейские традиции. Понятно, что всегда старались гвардейские войска набирать самых рослых и самых внешне красивых солдат. Но со временем стали предъявляться и особые требования к внешности. Например, в Семеновский полк отбирали голубоглазых блондинов, в Измайловский напротив темноволосых, в Лейфгвардии егерский полк брали изящно сложенных, а в Московский – рыжих. У офицеров был ряд своих традиций. Например, офицер должен был держать алкоголь, то есть не напиваться и вести себя прилично. Вплоть до 1917 года гвардия оставалась оплотом дворянства. Наибольшее количество офицеров-дворян служили именно в гвардейских полках. В Коннице, например, количество офицеров-дворян не падало ниже 96%. К началу Первой мировой войны гвардейские части включали 13 пехотных, 4 стрелковых, 14 кавалерийских полков. Также в состав гвардии входили 4 артиллерийские бригады, саперный батальон и флотский экипаж, несколько кораблей. Гвардия отлично проявила себя в годы Первой мировой, особенно в ходе Брусиловского прорыва. К сожалению, многие кадровые и хорошо обученные солдаты и офицеры оказались выбиты. А затем грянули революции 1917 года, после которых гвардия была упразднена как пережиток прошлого. Конечно, менялись традиции, менялся состав армии. Но, несмотря на это, многие части Красной Армии, которая, кстати, изначально называлась Красная Гвардия, отличались более повышенной боеспособностью, выучкой и выправкой. В ходе же Гражданской войны бывшая Императорская гвардия вся растеклась по белым различным формированиям или же отправилась в эмиграцию. В годы активного военного строительства в Советском Союзе в 30-е годы все же появлялись наиболее подготовленные части, которые можно было назвать элитой армии. Краснознаменные или именные части значительно отличались боевой подготовкой от обычных армейских частей. С приходом на нашу землю врага в очередной раз, началом Великой Отечественной войны, в тяжелых боях и фронтовых лишениях была выкована новая Советская гвардия, во многом повторявшая уже, казалось, утерянные традиции своих предшественников. В приказе Ставки Верховного Главнокомандования номер 308 от 18 сентября 1941 года 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии были переименованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии. К особым регалиям добавились гвардейские значки с алым знаменем и звездой, знакомые любому советскому гвардейцу. А перед званием обязательно добавлялось слово «гвардия», например, «гвардия-сержант» или «гвардия-подполковник». Гвардейцам полагалось увеличенное довольствие и знак отличия, знаменитая «гвардейская лента», выполненная в цветах ленты Георгийского креста. И черные полосы на оранжевом фоне. Во всех этих преобразованиях был некий возврат к непрерывным воинским традициям армии. К концу Великой Отечественной войны насчитывалось 11 гвардейских армий и 6 гвардейских танковых армий, 40 гвардейских стрелковых, 7 гвардейских кавалерийских, 12 гвардейских танковых, 9 гвардейских механизированных и 14 гвардейских авиационных корпусов, 215 гвардейских дивизий, 18 гвардейских боевых кораблей и множество гвардейских воинских частей. После окончания войны гвардейские части Красной Армии остались защищать рубежи страны. Некоторые из них были расформированы, но в этом случае они передавали свои традиции, свои знамена своим наследникам, новым войсковым частям. В мирное время преобразование объединений, соединений, частей и кораблей в гвардейские не производилось. Но в целях сохранения боевых традиций гвардейские почетные звания, принадлежащие частям, кораблям, соединениям и объединениям, при их переформировании или по преемственности передавались другим объединениям, соединениям, частям и кораблям. Но были и редкие исключения. Например, атомная подводная лодка К-133. В период со 2 февраля по 26 марта 1966 года К-133 совместно с К-116 впервые в мире совершила переход с Северного флота на Тихоокеанский флот южным маршрутом через пролив Дрейка без всплытия. Все руководство получило звание Героев Советского Союза. А 14 апреля за успешное выполнение задания К-133 было присвоено почетное звание Гвардейское. Особая страница в служебно-боевой деятельности внутренних войск связана с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. Участие военнослужащих внутренних войск в ликвидации последствий аварии и охране зоны отчуждения Чернобыльской АЭС во многом способствовали уменьшению последствий этой техногенной катастрофы. После распада Советского Союза Соединения и воинские части внутренних войск ОВД России продолжали выполнять служебно-боевые задачи. Особое внимание было уделено подготовке и проведению 12-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских земных игр в 2014 году в Сочи, 27-й Всемирной летней универсиады в городе Казань и ряда других международных соревнований, для чего создавались временные оперативные группировки внутренних войск. 5 апреля 2016 года президент Российской Федерации постановил образовать Федеральную службу войск Национальной Гвардии России, которую сейчас мы знаем под названием Росгвардия, а также преобразовать внутренние войска МВД России в войска Национальной Гвардии Российской Федерации. Указом президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года номер 158 генерал армии Виктор Васильевич Золотов был назначен директором Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации, главнокомандующим войсками Национальной Гвардии Российской Федерации. Когда наступит час Верховный даст приказ Стать грудью за великую Россию Замкнем мы общий строй Единою стеной Росгвардия надежда, мощь и сила Росгвардия вперед! Победа нас зовет! Мы сила и опора президента Росгвардия истины Мы родине верны За нами слава, доблесть и победа!